У тебя сто путей Шубенкова в прудской школе встречают как старого друга, песнями и расспросами. Но в этот раз встреча непростая. Спортсмен привез с собой подарков на полмиллиона. Школа наша, конечно же, спортивная и направлений много. Оборудование имеет обыкновение приходить в негодность. Мечи не настолько хороши бывают, которые мы можем позволить себе купить. Клюшки ломаются, ботинки лыжные. В итоге Шубенков прорвался на второе место. После чемпионата мира в Дохе на Сергея Шубенкова неожиданно, как он сам говорит, свалился миллион рублей. Федерация бокса выделила 5 миллионов на поддержку легкоатлетов. Часть суммы досталась нашему земляку. Половину он потратит на ремонт беговых дорожек во второй спортивной школе Барнаула. А остальное уже стоит здесь. Это такие деньги, которые я не рассчитывал получить. Это не призовые за чемпионат мира. Это отдельная статья доходов. У меня, соответственно, желание появилось абсолютно такое же – его немедленно раздать. Соответственно, вот часть этой раздачи сейчас стоит у вас пока что в актовом зале в углу. Стоят там клюшки, лыжи и ботинки. Для них мячи для волейбола, баскетбола и тенниса, обручи и скакалки. Среди учеников на встрече каждый второй спортсмен. Зимой здесь активно занимаются хоккеем и лыжами, летом легкой атлетикой и футболом. А в баскетбол играют круглый год. Поэтому и разговоры все о спорте. Меня зовут Антар Евгений Сергеевич. Я сейчас говорю, что я вам не знаю. Молодец. Давай вопрос. Долго вы занимались футболом? Нет, недолго. Выяснилось, что Сергей Шубенков занимался футболом только пару лет. А бросил, потому что не командный игрок. Но статус капитана он все равно получил после всемирных военных игр в Китае. Об этом на встрече со школьниками рассказала мама легкоатлета Наталья Шубенкова. Сергею присвоили очередное воинское звание. Выходит, что прудские школьники встретились с капитаном легкой атлетики. Дорина Миллер, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова